Всем привет! Вы знаете, я думаю, что под этим видео не будет комментариев типа «Андрей, а чё это за фигня?» или «Так это ж советы для детского сада!» Знаете почему? Потому что это топ-10 ваших советов, присланных мне в комментариях. Ну что, поехали! Да, и вот ещё что. В конце видео я вам расскажу, что такое радостно-печальная новость. А открывает наш топ подписчик Андрей. Я уже рассказывал, что можно сделать из сломанных полотен по металлу. А вот Андрей посоветовал сделать ещё одну самоделку. Расширяем отверстие в полотне до нужного нам диаметра сверлом по керамике. Можно добавить капельку масла для вкуса и лучшего сверления. Далее скручиваем все три полотна болтиком с барашком. Два полотна выставляем под углом 90 градусов, а третье строго между ними, под 45 градусов. И по идее подписчика у нас должен был получиться центроискатель для круглых предметов. Но не тут-то было. Если мы начнём искать центр с помощью этого инструмента, то у нас ничего не выйдет. Потому что у нормального центроискателя линейка проходит строго по бисектрисе. А у нас бисектриса проходит по середине полотна. Но нас так просто не возмёжишь, правильно? Отмечаем линии с двух сторон. Ещё раз. Проводим диагональ. И готово. Центр найден. Худо-бедно, но работает. А мы переходим к девятому месту нашего топ-10. И на нём у нас Евгений. С советом об охлаждении инструмента при заточке. Вы помните, в одном из видео я перетачивал напильник на стамеску. Так вот, чтобы не пережечь тонкую кромку лезвия, Евгений советует подкладывать под инструмент мокрую тряпочку. Это может быть не только стамеска, но и топор, резак и всё что угодно. Мокрая тряпка будет охлаждать металл и не давать ему перегреваться. Единственное, я бы заменил тряпочку на губку. Потому как ткань и крутящийся инструмент очень плохие соседи. Восьмое место. И совет, как быстро обнаружить засор в гибкой гофре. Или сделать её ревизию. Предлагает это некий Джон. Наверное, который до. Итак, достаточно просветить гофру фонариком. И вы увидите, где расположена пробка. В смысле засор. Или, как в данном случае, у меня тряпка. Действительно, это отличный хак от Джона До, который может пригодиться. А на седьмом месте Иван Сергеевич обеспокоен тем, что гладкий измерительный инструмент часто скользит по поверхности. Что может помешать измерению. Или ещё хуже, повредить деликатный материал. Поэтому Иван Сергеевич предлагает на обратную сторону линейки или угольника наклеить мебельные силиконовые отбойники. И, о чудо, инструмент стоит как вкопанный. И можно спокойно работать, не боясь повредить материал при измерениях. А вот Эндрюс также обеспокоен темой отбойников, точнее их отсутствием. И предлагает им альтернативу в виде термоклея. Обезжирим поверхность ящика и нанесём каплю термоклея. Далее можно аккуратно прижать её ножом. Или подождать, пока она застынет. И срезать её на нужную толщину. Надо признать, что термоклей держится не хуже отбойников. А может даже и лучше. Так что всё работает. И это заслуживает шестого места. А на пятом месте Дмитрий. С простым, но весьма полезным советом, в котором используется моя любимая малярная лента. Чтобы обозначить глубину сверления, мотаем ленту на сверло. Это знают все. Но оставив небольшой хвостик, мы точно узнаем, когда заданная глубина будет достигнута. Это мы увидим по разлетающимся во все стороны опилкам. Легко и просто. А мы переходим к четвёртому совету. Помните, я рассказывал, что у меня вылетел магнит из бетодержателя? Так вот, если у мастера не стоит саморез на бите, то вся работа превращается из удовольствия в трагедию. Но выход есть. И его нам предложили сразу два подписчика. Александр и человек с ником CIX. Берём старые наушники, но не вакуумные, а обычные капельки. И разбираем их. Мне даже попался неодимовый магнит, который идеально подходит для бетодержателя. Осталось посадить его на клей. И пожалуйста, саморез стоит на бите, чего я вам желаю. Теперь по законам жанра, перед тройкой лидеров я должен показать предыдущие семь. Готово. И мы переходим к третьему месту. И на нём ваш поклонный слуга. То есть я. А почему и нет, я же тут места распределяю. В общем, был у меня брутальный ролик про чистку канализации. И я подумал, а как определить, где в трубах засор, не разбирая их. Берём картошку. Это наш засор. Засовываем её в трубу. И отмечаем, где она находится. Это для контроля. Фонарик тут уже не прокатит. Поэтому используем сканер. Сканируем трубу без засора. И начинаем поиск. Первая отметина. И вторая. Контроль качества. И пожалуйста, всё сходится. Вот такой вам совет. А мне третье место. А на втором месте распредложение от Алексея. Старые рулетки. Не выбрасывайте их. Предварительно не сняв зацеп. Это просто чудо-держатель для любого инструмента. К которому его можно прикрутить. Например, к молотку. И теперь его можно спокойно вешать на пояс. Кстати, для молотка ещё один хак. Два кольца от карниза. Крепим их и связываем между собой. Ещё один отличный держатель для молотка. Простой и проверенный. Та-дам! Первое место нашего ТОП-10. И на нём очень удобная жидкость ВД-40. Но насколько она удобная, настолько же она и брызгучая. Как же деликатно наносить её в нужное место? Решение предложил мастер с ником Стримчик. Набираем ВД-шку в шприц и аккуратно доставляем её в нужное место. Туда, где не нужен целый фонтан из этого средства. В общем, это моё первое место. А вы можете указать своё в комментариях под этим видео. Ну а теперь моя радостно-печальная история. Вот это вот радостно и очень приятно. А вот эта вот грязь на стекле, это немножко грустно. Ну а то, что она с другой стороны стекла, это просто бесит. Я немножко успокоился, когда посмотрел, где делают кнопки для ютуб-блогеров. Ребята, всё, кроме наших детей, сегодня делается в Китае. А на сегодня всё. Всем удачи и всем добра. С вами был Андрей и канал СтройХак. Увидимся.